Я точно, а зрители, мне кажется, тоже уже все знают хорошо подобную планировку ПИК. Поэтому давай поговорим сначала про прихожую, про коридор, потом пойдем по дверям. Планировка это действительно классная, она очень удобная. То есть вот эти две спальни, большая гостиная, мне кажется, для семьи идеальна. По поводу организации здесь пространства. Зеркало около входа, понятно, удобно. Да, я очень хотела большое зеркало от потолка до пола. Прям это был мой личный пунктик с двумя светильниками по бокам, чтобы можно было смотреть на себя. И здесь большой шкаф. В принципе, в нем отлично все помещается. Здесь какие-то ящички маленькие для всяких мелочей. Место для длинных вещей, для коротких вещей, для всего чего угодно. Пуфик. Можно обувь поставить в районе зеркала, которое еще мокрое с зимы. Плитка, грязная зона выделена. Вообще, в прихожей очень важно выделять именно грязную зону плиткой. Делать так, чтобы в обычной жизни мы через эту зону не ходили. То есть эта зона грязная, только для обуви. И все. А дальше, чтобы попадать из комнаты в комнату, мы минуем ее. Часто в однушках бывает вот эта дурацкая планировка, когда ты не можешь зайти в туалет, не пройдя через грязную зону. Тоже мы это уже видели много раз. Я согласна, такое бывает, но я все равно стараюсь оставлять хотя бы 60 сантиметров, где вот эта вот обувь грязная будет храниться, которая будет исключительно у двери. Просто, чтобы она там стояла. Так, ну я тебя спрашиваю, спрашиваю разное. Давай, показывай самый главный секрет прихожей. А, в рашка? Конечно. Да, здесь очень классное хранение в шкафу. Это специальное место для обуви. Прекрасно. Оно сделано вот так сбоку. Во-первых, ему не нужна большая глубина, то есть это всего 40-35 сантиметров. Уместились даже мужские ботинки крупногабаритные. То есть вот этот торец, он не сильно сжирает от самой площади шкафа, но очень функциональный. Соответственно, буквально там на всю высоту можно ставить обувь и перемещать ее в зависимости от сезона ниже, выше. Детская у меня на ее полочках лежит. А вот вопрос. Там же нужна вентиляция для обуви. Не получается так, что этой вентиляции в шкафу нет? Она регулярно открывается. Открывается и закрывается. То есть в день, мне кажется, минимум утром-вечером я туда залезаю. Поэтому в целом никаких неприятных запахов там не остается. Плюс в любом случае обувь должна быть чистой, потому что эти полочки, они все-таки из решетки. Можно, конечно, делать и обычные полки, но я сделала из решетки специальные полки для обуви. И, соответственно, обувь там, она чистая всегда. Хорошо. Смотри, еще вопрос, Регин. Сзади тебя детская. В нее зайдем загляни попозже, но у меня вопрос. Почему ты ее сделала сюда? Например, у тебя вечеринка и гости. И ребенок вот прям здесь спит. Можно же было, например, оставить здесь свою спальню? Абсолютно с тобой согласна. Но, честно говоря, у меня такой ребенок, что когда вечеринка и гости, она не спит. Она будет бороться до последнего, уснет на диване, но точно не сдастся. Это, во-первых. Во-вторых, в спальне моей там есть балкон, и, соответственно, для ребенка балкон, мне кажется, это лишний момент. Учитывая то, что у меня иногда бывает, что я кладу ее спать, а сама там потом занимаюсь своими делами и в итоге иду в душ, а ванная с душем, она как раз рядом с моей спальней. И, соответственно, если я принимаю душ, то ей вода не шумит.